Доброе утро, Севастополь! Рады приветствовать вас в новом 2024 году. Сегодня на телеканале СТВ с вами будут Катя Суздалева и Сергей Зацепин. Давайте вместе встречать новый день на календаре уже среда, 10 января. И вот какие сюжеты приготовила наша команда корреспондентов. Так почему мы так быстро устаем в это время года и как повысить свою продуктивность, узнаем в рубрике «Здоровая тема». В холодный период мы больше расходуем энергии на согрев тела, поэтому у нас тоже происходит изменение обменных процессов. Вы смотрели, Иван Васильевич? Конечно. Если вы ответите правильно, то выигрываете билетики в кино. Участвуйте? Давайте. Первый вопрос. Иван Грозный выходил на балкон и смотрел на Москву 70-х. И он сказал какую фразу? Красота-то какая. Ляпота. Красота, ляпота. 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 И говорит. Батюшки, красота-то какая. Ляпота. В общем, я написал письмо Деду Морозу. Попросил конструктор. Вы что, маленькие? А вот и есть Дед Мороз. Приключения и волшебство нового года захватывают турбозавра в зимней сказке. Главные герои с нетерпением ждут новых приключений и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям. Новогодние каникулы и праздничные застолья, к сожалению, не проходят бесследно. И далеко не всем легко переключиться с такого расслабленного режима выходного дня на ударный рабочий темп. Это да. Где брать энергию зимой, когда на улице холодно, световой день короткий и после праздников навалились все дела разом? Это выяснила наша коллега Ксения Погосова. Подробности в новом выпуске рубрики «Здоровая тема». Зима может стать вашим любимым временем года, если никакие простуды и потери энергии не помешают вам радоваться жизни. Так почему мы так быстро устаем в это время года и как повысить свою продуктивность, узнаем в рубрике «Здоровая тема». Дефицит солнца, недостаток витаминов, большие нагрузки и нехватка сна – причины, из-за которых мы плохо спим и быстро утомляемся. О том, как справиться с этими проблемами, расскажет врач-эндокринолог. Осенне-зимний период довольно сложно переносится в большинство людей. Связано это с тем, что у нас уменьшается количество световых часов, то есть световой день сокращается. Доказано, что при снижении освещенности у нас вырабатывается большое количество такого гормона, как мелатонин. А мелатонин дает нам сонливость. Поэтому дефицит витамина Д, который возникает при недостатке солнца, количество световых часов – все это приводит к тому, что организм находится в полусонном состоянии. В зимний период как никогда важно соблюдать режим сна. Ложиться лучше раньше, а вставать в определенные часы, чтобы организм успевал восстанавливаться. Рабочее место обязательно должно быть хорошо освещено. Врачи также рекомендуют больше прогулок, особенно не стоит упускать солнечные дни и стараться провести как можно больше времени на улице. В холодный период мы больше расходуем энергии на согрев тела. Поэтому у нас тоже происходит изменение обменных процессов, и в связи с этим возникают чувства сонливости, нехватки энергии. Недостаток витаминов больше всего ощущается именно в зимнее время. Поэтому важна рекомендация специалистов – разнообразный рацион, в который должны быть включены свежие фрукты, овощи, зелень, мясо разных сортов, а также как можно больше продуктов, богатых витамином С и Д. В зимний период, да, также нужно продолжать активно пить воды. Даже, может быть, нужно больше воды, нежели в теплый период. Потому что у нас, во-первых, сухость в помещениях, да, у нас идет отопительный сезон, и это очень сильно высушивает воздух. Поэтому нужно восполнять дефициты влаги. Плюс мы носим теплую тяжелую одежду, у нас увеличивается потоотделение. Также вода необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Если мы будем пить мало воды, соответственно, пища, которую мы съели, будет хуже усваиваться. Не стоит забывать об иммунной защите в зимнее время. Для ее поддержания необходимы источники незаменимых аминокислот – нежирное мясо, курица, индейка, молочные продукты, кинуа, гречка и яйца. Особенно стоит уделить внимание в зимний период пищеварительной системе, употребляя как можно больше молочно-кислых продуктов, богатых пробиотиками и пребиотиками. Про и пребиотические продукты нужно все время нашему организму. Это продукты, которые улучшают состояние микрофлоры кишечника. Пребиотические продукты – это те продукты, которые непереваримые, и они нужны нам для питания микрофлоры кишечника. А пробиотические продукты – это микроорганизмы, которые увеличивают количество полезных бактерий в нашей микрофлоре кишечника. Зимний период – самое время включить в свой рацион продукты, которые содержат в себе антиоксиданты – вещества, которые борются со свободными радикалами, приводящими к ранней гибели клеток. К таким продуктам относятся ягоды – черника, ежевика, малина, виноград, а также зеленый чай и кофе. Антиоксиданты самые распространенные – это витамин С, это витамин Е, относится к антиоксидантам. То есть мы должны употреблять фрукты, мы должны употреблять свежие овощи, которые содержат антиоксиданты. Из сладких антиоксидантов – это какао. Если мы будем употреблять горький или темный шоколад, то мы тоже будем получать антиоксиданты вместе с какао, который там находится в большом проценте. Если вы чувствуете, что теряете энергию буквально на лету, тогда наши советы вам обязательно пригодятся. Смотрите рубрику «Здоровая тема» и не болейте. А мы увидимся в следующем выпуске. 9 января во всем мире отметили День хореографа. Мы решили поздравить с профессиональным праздником Академию хореографии Севастополя и поговорить с ее представителями о тонкостях этой профессии. В студии программы «Доброе утро» сегодня проректор по образовательной и воспитательной деятельности и преподаватель Академии хореографии Севастополя Елена Белькова, а также преподаватель Татьяна Федорова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, с прошедшими вас праздниками, ну и наступающими. Старый Новый год еще впереди. Академия хореографии – это первая профессиональная балетная школа в городе Герои Севастополя. Расскажите, пожалуйста, о истории ее создания. С чего все начиналось и с кого все начиналось? В 2019 году по порочению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в городе Севастополе началось строительство культурного кластера, куда входит Академия хореографии, художественная галерея и театр оперы и балета. И вместе со строительством в этом же году мы запустили свою образовательную деятельность. Был совершен набор детей на обучение по программе предпрофессионального образования. Это такое обучение, которое предполагает подготовительный этап к тому, чтобы дети в дальнейшем могли получать профессию артистов балета. В том же году сам президент приезжал сюда, в Севастополь, прошел большой балетный фестиваль. Приехали артисты с разных городов, в том числе Сергей Владимирович Полунин, который возглавляет нашу школу. Танцевали спектакль «Спартак». Дети, которых мы набрали, участвовали как зрители в тот момент. Они смотрели спектакль, и сам президент потом поприветствовал первых учеников, пожелал им доброго пути в этом обучении. Большая ответственность, раз такое внимание и со стороны президента, и такой именитый у вас руководитель в вашей академии хореографии. А чем вообще академия занимается? То есть пять лет прошло, уже ваши подготовишки стали взрослыми ребятами, и они уже получают профессиональное образование, правильно? Да, кто-то из детей поступил на профессиональное образование, кто-то не поступил. То есть у вас строгий отбор, можно еще и не поступить? Да, очень строгий отбор, и по здоровью, и по данным. Но я хочу сказать, что те дети, кто не поступил, они все равно с такой базой остались, я думаю, на всю жизнь, потому что очень много мы им даем именно на предпрофессиональном образовании этим малышам. Мы их знакомим с искусством балета, и не только с изобразительным искусством, с импровизацией, с гимнастикой. В общем, они у нас проходят такую школу интересную. Ну, кто-то поступил, и вот уже два года они у нас учатся на профессиональном образовании, то есть уже готовятся стать настоящими артистами балета, которые в будущем будут участвовать в спектаклях, вообще работать, мы так надеемся, в театре, в Севастопольском театре оперы и балета, который скоро, я думаю, построится. То есть два года они уже получают высшее образование, верно? Они получают не высшее образование, сейчас они пока получают среднее образование, а затем переходят в высшее образование уже после семи лет и десяти месяцев. Ух ты! И что будет написано в дипломе? В дипломе будет написано, что это артист балета и преподаватель. И с какого возраста можно пойти уже на обучение? Не в подготовительную группу? После четвертого класса. То есть те дети, которые поступают в пятый класс, они могут прийти к нам на конкурс. Когда будет конкурс? В этом году же, получается, будет новый набор, да? Да, обязательно. Конкурсы у нас обычно проходят в июне месяце и в августе. Ну, все у нас на сайте, можно посмотреть точные даты. Первый выпуск, получается, когда у вас будет артистов, балета и педагогов? Ну, это надо посчитать. Я вот сейчас пытался... Такие вопросы? Значит, ничего не получилось? Ну, если... 2000... Какой год? Это 21-й, 22-й, если мы набрали этот первый класс. Плюс 8 лет. 2030-й? Да, и как раз 2030-й у нас запустится, планируется запуск программы высшего образования. То есть академия будет обучать не только артистов балета, но еще и деятелей балетного искусства, преподавателей. И хореографов. И хореографов. Вот, кстати, возвращаясь к теме хореографа. Кто такой хореограф? Расскажите нам. Ну, если прям вот брать, раскладывать по вот это вот слово именно греческое, да, с греческого языка, то хореография это... хорео это танец, такой пляс, а графия это писать. То есть пишущий танец, то есть создающий танец, вот так можно сказать. Вот это хореограф. Ну, надо сказать, что не только он... тот, кто создает танец, это еще человек, который репетирует и который режиссирует. Это все вот в одном. Просто есть хореографы, которые... профессиональные хореографы, да, которые вот с детства сначала обучаются профессии артист-балета, а затем уже с этой базой, то есть это же огромная база, переходят уже вот именно в профессиональное вот обучение хореографов. Ну, это очень долго, очень емко, и я думаю, что очень интересно. Ну, а есть же хореографы и любители? Ну, есть, конечно, да. Вот чем... может ли хореограф-любитель, который, ну, не получил какую-то базу, да, образовательную, но тем не менее с очень большим желанием и с какими-то природными данными, способностями, талантами достичь тех же высот, что и профессиональных хореографов? Достичь высот не может. Может преподавать только в кружках, в каких-то вот для любителей, то есть, ну, это, понимаете, это очень сложная профессия. И непрофессиональный человек именно в классическом балете не сможет существовать. Это однозначно, совершенно. Да, просто эта профессия включает в себя большой комплекс знаний. Это не только знания балетов, какие существовали в истории, это знания в анатомии, в психологии, в педагогике. Даже анатомия, то есть биология? Ну, конечно, наше тело – это инструмент, которым мы как раз создаем эту хореографию, поэтому… То есть хореографы чуть-чуть медики в том числе. Обязательно, предмет такой, да. Ну, единственное, что видите, слово хореограф, оно может пониматься вот в двух смыслах, как сказала Елена, да, что это и преподаватель, и тот, кто ставит балеты. Тот, кто ставит балеты – это скорее художник, то есть он не занимается телом, да, то есть к нему приходят готовые артисты, которых подготовил педагог-хореограф. Ну, и чаще всего, конечно, в обществе мы понимаем, под словом хореограф – это как раз педагога больше, да, чем хореографа. А тех, кто ставит балеты, их еще балетмейстер называют. Как же сложно. Ну, в Академии хореографии, я так понимаю, универсальных солдатов будут готовить, и готовят уже, правильно, которые хореограф-преподаватель, он же хореограф, который может и поставить балет. Ну, пока учатся артисты балета, но в будущем, вот с 2030-го. Вы обе преподаватели. Скажите, какие они будущие звезды балета, которые, я уверена, уже сейчас воспитываются, они же все-таки будут яркими артистами. Какие они? Какие сложности, может быть, в их воспитании? Или там такие ребята и девчата, которые готовы на все, полностью слушают преподавателя, открыв рот, не сопротивляются. Вот как у вас происходит взаимодействие? И для них вся жизнь – это танец, это балет. Хотелось бы, конечно, так было. На самом деле разные ученики, и большое счастье, когда приходит в класс ребенок, который включен, и мы называем это наши дети, балетные дети, у которых есть внутренняя дисциплина, они умеют собраться, им нравится это дело, они страстно относятся к самому движению, то есть само движение их интересует. Довольствие получает. Да, удовольствие от процесса прежде всего, потому что в балете еще много каких-то внешних вещей, которые привлекают общество. Часто мама приводит девочек в балетные студии, потому что это красиво, балерина ассоциируется с принцессой. Но в профессиональном балетном классе это несколько иначе. Это чем-то похоже на спорт, потому что вот эта дисциплина и страсть, она просто необходима для того, чтобы человек мог двигаться, развиваться в этом искусстве. А как у ваших обучающихся самодисциплины? Это же нужно себя держать, как сказать, в жестких рамках, не толстеть, не болеть, не быть в плохом настроении. То есть они как-то над этим работают же все равно без вашего участия? Ну, над этим работают и вместе с нами, да, потому что мы должны их настроить с первого класса. В первом классе обычно у нас так непонятно, что происходит, потому что пока соберешь всех детей, пока настроишь всех родителей, да, где-то к полугодию все начинают уже понимать, куда они попали и вообще, что от них требуется. Ну, а в новогодние праздники какие-то поблажки даются? Ну, конечно, они отдыхают, у них каникулы. Но только они точно знают абсолютно все, что они должны продолжать растягиваться, заниматься, должны много гулять, мало кушать. В общем, это все. Вот мы сейчас придем на урок, посмотрим. Далой майонезные салаты, да? Это вообще исключено. Здоровое питание. Ну, мы желаем, чтобы в вашей академии обучалось как можно больше талантливых ребят, и уверена, в Севастополе много таких, правда же? Да, в Севастополе много детей, и мы приглашаем их. Те дети, которые вот находятся, например, сейчас в каких-то кружках, они должны понимать, что из кружка они потом придут в обычную жизнь, в школу, но они могут себя попробовать в академии. То есть они могут попробовать поступить. Вдруг это станет их профессией, любимой, прекрасной, творческой профессией. Здорово. Ну, а мы сегодня утром вам предлагаем сделать зарядку для ума в нашей программе. Как вы на это смотрите после праздников-то всех? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Вам в команду я хочу добавить не Сергея Полунина, Сергея Зацепина. Возьмите. Кстати, я тоже Владимирович. Итак, будет несколько вопросов о хореографии, о балете, будут варианты ответов. Выбирайте, посоветовавшись верно на ваш взгляд, и посмотрим, кто кого. Итак, первый вопрос. Самым сложным балетным движением, как говорят, является фуэте. Правда же? Вот я вас спрашиваю, как у знатоков. Ну, одно из... Вот, просто я прочла, я хочу уточнить. Так вот, в 1949 году балерина Майя Плесецкая на концерте по балету Дон Кихот выполнила рекордное количество фуэте. Ну, лично для себя, потому что мировой рекорд, он гораздо выше. А вот Майя Плесецкая в 1949 году сколько же сделала фуэте? 39, 53 или 70 фуэте? Романда знатоков. Там написано, прям в балете она сделала их? Да. Именно вот было зафиксировано, что она... Скорее всего, 49, потому что, да, музыкально. Музыкально же она... Музыкально же она... А это же она музыку делается, она же не могла продолжить фуэте, тогда, когда у нее... Ну, дело в том, что варианта 49 нету. Есть 39, 53 или 70. Так. Сережа, согласен? Да, естественно. А вот и неправильно, девочки, 53, по моим данным, сделала Майя Плесецкая в фуэте. Может быть такое? Ну, навряд ли. Навряд ли? Потому что она не могла без музыки сделать фуэте. Если все двойными, ну... Нет. Так, нас запутали. Я вообще не понимаю, о чем. Ладно, переходим ко второму вопросу. Будем надеяться, что он уже определит лидера. Балет «Лебединое озеро». Визитная карточка Государственного Академического Большого Театра России. А сколько лет назад состоялась премьера этого спектакля в Большом Театре? Ну, если учитывать, что на дворе уже 2024-й. Итак, 147 лет назад, 180 или 200 лет назад? Конец 19-го века. Лебединое озеро. Так. Еще раз варианты. 147. Специально в годах, а не в датах. Да. 147, 180 или 200 лет назад? 180, да, наверное? Не, ну если вы говорите... Конец 19-го века. Да, конец 19-го века. Ну тогда это 147. Вы нас мучаете математикой. Ну я просто вот... Вот математики я вам могу помочь, в отличие от хореографии. Давайте посчитаем, да. Ну, конец 19-го века. Ну, если конец 19-го, это однозначно 147. Да, давайте 147. Потому что 180, это уже будет где-то середина. Отлично, спасибо за помнить. И это правильный ответ. 147 лет назад, в 1877 году. Счет становится сколько? 1-1? 1-0? Я про первый вопрос так и не поняла. Ладно, финальный вопрос. В России первой балериной на пуантах стала Авдотья Истомина. Грация тонкостью натуры очень впечатлила Александра Сергеевича Пушкина. И он отобразил образ этой девушки в своем произведении. А вот в каком? Руслана Людмила, Пиковая дама или Евгения Анигин? Анигин. О, так говорят, мы ничего не знаем. Действительно, Евгений Анигин. У тебя не было шансов. Близительно, полувоздушно, смычку, волшебному, послушно. Ну и дальше вот прямо при нее идет цитата. Я вас поздравляю с победой. Вы молодцы. С прошедшим днем хореографа и всеми новогодними праздниками. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо большое. А я еще хочу пожелать. Вот Севастополь у нас патриотическая столица России. Я хочу, чтобы через много-много лет, ну вообще чем раньше, тем лучше, Севастополь стал и балетной столицей России. Вы же не против? Ой, мы только за. Вот я искренне вам этого желаю и желаю всем нашим телезрителям. Друзья, никуда не переключайтесь. Далее узнаем, что еще интересного можно будет посмотреть сегодня на телеканале СТВ. В реальной жизни всегда есть место для настоящего чуда. Авторы этого проекта на основе реальных событий рассказывают, казалось бы, обычные истории, но с необычным концом. Честность и справедливость – путь, который выбрал главный герой нового эпизода. Но в борьбе за правду и принцип главным испытанием для него становится победа над самим собой. В 18.30 не пропустите цикл познавательных программ о самых крупных реках страны. Это масштабный проект, который рассказывает о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России. Политика, наука, социальная сфера, культура и спорт – все ключевые события дня в материалах наших корреспондентов. Не пропустите в 19.30 вечерний выпуск новостей на СТВ. А в 21.30 на СТВ смотрите настоящую сказочную историю о прекрасном принце и красавице-принцессе, которую похищает злой колдун. Волшебник во что бы то ни стало хочет жениться на дочери короля, жизнь которого зависит от пения чудесной жар птицы. Магия и злые чары встанут на пути главного героя, но настоящая любовь поможет преодолеть ему все преграды. На смену теплой и праздничной погоде в Севастополь пришли холода. А вот надолго ли, это расскажет Катя. Ну, к сожалению, зимняя погода так просто не отступит. Сегодня в Севастополе малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем минус один градус, а ночью столбики термометров опустятся до минус четырех. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду, влажность воздуха 64%, атмосферное давление в норме, а температура моря у берегов Севастополя 10 градусов. Спасибо, Катюша. Будем одеваться потеплее. Ну да. А я напомню, что в понедельник, 8 января, на международной выставке в форуме «Россия» прошел День Севастополя. Он начался с исполнения гимна и поднятия флага города. Почетными гостями стали народный артист России Владимир Машков и основатель, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. В мероприятии принял участие Михаил Развожаев. Губернатор подвел итоги 10-летнего возвращения города-героя в родную гавань, а также рассказал об истории Севастополя, о его великих жителях и их подвигах. Да, это было потрясающе красиво. И я следила за прямой трансляцией. Кстати, выступали вечером на прекрасном концерте, который назывался «Севастополь. Город героев». На сцену вышли наши лучшие творческие коллективы. Это наша звездочка Вероника Сыромля, ансамбль «Песни и пляски Черноморского флота» и многие-многие другие. Ну и, кстати, благодаря нашим коллегам прямая трансляция этого мероприятия была на телеканале СТВ. А еще там было очень романтичное событие. Это флотская свадьба. Сначала проводился конкурс среди офицерских пар, и потом его победители, молодые люди, сочетались с браком как раз вот 8 января на всеобщем обозрении, так сказать. Молодой человек офицер в четвертом поколении, а девушка – дочь офицера. Так радостно видеть, что вот с такого семейного события начинается этот год. И, кстати, напомню, что год-то у нас 2024-й. Президент там объявлен годом семьи. В связи с этим и новоиспеченной семье, да и вообще всем вашим семьям, друзья, хочется пожелать мира, согласия, добра и благополучия. Ну и, конечно же, передать слово нашим коллегам информационной службе телеканала СТВ. Документ, благодаря которому впервые наш город закрепил дружеские отношения с представительным органом власти Союзной Республики Беларусь, позволит в дальнейшем развивать межпарламентские связи в общественно-политической, культурной и образовательной сферах, а также обмениваться опытом. По словам председателя Законодательного собрания Севастополя, оба города связаны героическим прошлым и славными подвигами народа-победителя. Севастополь и Минск также роднит и бережное отношение к истории, общим славянским ценностям и традициям. В свою очередь, председатель Городского совета депутатов Минска Андрей Бугров отметил, что подписанное соглашение стало возможным благодаря национальным лидерам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Мы за эти 10 лет подписали 27 межпарламентских соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с парламентами других регионов Российской Федерации. А сегодня впервые мы подписываем соглашение о сотрудничестве, о взаимодействии со столицей другого государства, дружественного нам, братского нам народа Белоруссии с Минском. Два года назад, в 22-м году, руководители исполнительной власти наших городов подписали соглашение о сотрудничестве. Но мы с вами прекрасно знаем, что единственной силой и единственным источником государственной власти является народ. И мы, как представители народа, депутатский корпус, как раз подписывая сегодня соглашение, не только закрепляем юридическую составляющую наших отношений, но и самое главное, мы закрепляем наши братские и дружеские связи, которые будут поддерживать жители города Минска и жители города Севастополь. Я в этом уверен на 100%, потому что у нас, еще раз повторюсь, общее прошлое и прекрасное общее будущее. Прийти и поддержать своего кандидата на пост главы государства. Севастопольцы активно собирают подписи в поддержку Владимира Путина. Один из мобильных пунктов в этот раз разместили на площади Лазарева. В центре города, недалеко от остановки общественного транспорта, где всегда многолюдно, на пункте сбора подписей дежурит волонтер. Всех желающих консультирует, подсказывает, как правильно заполнить бланк и какие сведения о себе предоставить. Человек оставляет имя, фамилию, информацию, данные паспорта и прописку, регистрацию, оставляет свою подпись. Первые минуты работы и сразу большой наплыв желающих оставить подпись. К слову, сделать это может только тот, кто зарегистрирован в Севастополе. Или временно, или постоянно. Своего кандидата жители города Героя поддерживают охотно. Говорят, на посту российского лидера видят лишь одного человека, которому доверяют во все времена. Даже при Украине Владимир Путин у нас пользовался большим рейтингом и большей популярностью, чем президент Украины. Поэтому сегодня, наконец-таки, я могу отдать голос за своего президента. Считаю этого человека самым подготовленным для этой должности. Потому что, когда люди считают, что вот сменяемость власти – это хорошо, у меня диаметрально противоположная точка зрения. У власти должна быть преемственность. И пока человек, знаете как, вот отдает себя этой должности, и от его усердия, усилия, работы есть результат, он должен оставаться на этой должности. Это мое твердое убеждение. Всегда была за Россию, за нашу родину родную. Лучше ее нет в мире, и президента лучше в мире нет, кроме Путина. Такой надежный, такой воспитанный, интеллигентный, грамотный, умница. Надежный просто, нет слов. Мобильные пункты работают также в селах и отдаленных районах Севастополя. Есть и стационарные офисы. Так, на Ленина 39 в избирательном штабе кандидата на должность президента неравнодушных граждан ждут ежедневно с 9 до 19, а в региональном отделении «Единой России» на Большой морской 4 по будням с 10 до 18. Собирают подписи и в торговых центрах «Мусон» и «Симол» с 14.00 до 19 без выходных. На данный момент собрано около 6 тысяч подписей. Они уже едут с доверенным лицом в Центральную избирательную комиссию. Приемные пункты будут работать до 21 января. Начали они свою работу еще в декабре. Документы, необходимые для регистрации, Владимир Путин сдал в Центральную избирательную комиссию почти сразу же после Большой пресс-конференции. Как самовыдвиженцу набрать ему нужно не менее 300 тысяч подписей со всех субъектов Российской Федерации. Выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты поддержала «Единая Россия». Съезд партии состоялся в декабре. В состав инициативной группы вошли сенаторы, депутаты Госдумы, ученые, военнослужащие, деятели культуры, спортсмены, общественники. Выборы президента нашей страны пройдут уже в марте. В Севастополе завершен капитальный ремонт четырех школ, которые проводили по президентской программе капремонта в 2023 году. Качество и готовность работ лично проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Вместо аварийного здания красивый современный новый объект. Это капитально отремонтированная по президентской программе школа номер 36 в селе Хмельницком. Со времен постройки и открытия школы в 1961 году ее здание ни разу не ремонтировало. И за прошедшие 60 с лишним лет пришло в негодность. После проведенных капитальных работ здесь укреплен фундамент, каркас здания. Проведена полная замена всех инженерных и наружных сетей. Ремонт всех помещений, установлен забор, теплотрасса спрятана под землю. В учебных классах и библиотеке школьникам находиться будет комфортно. Сюда завезена и установлена новая мебель. Закуплены наглядные пособия, мультимедийные доски и новое учебное оборудование. Укомплектован медицинский блок. Новое оборудование появилось и в столовой, где для детей будет организовано горячее питание. Здесь у нас проходят линейки. По благоустройству территории у нас не было вот этих вот лестниц аварийных. То есть сделали лестницы, восстановили полностью... Вот эти, да, пристроили? Да, да, да. На второй этаж. Восстановили полностью крыльцо во всех подъездах. У нас сотрудники, приемники сделали, да? В ходе рабочей поездки губернатор Михаил Развожаев также осмотрел капремонт, выполненный в школе номер 9, на северной стороне Белинговальной гимназии номер 2 и школе номер 60. В своем телеграм-канале он отметил, что на всех объектах работы завершены, продолжается благоустройство территории, расстановка мебели и оборудования. Учебный процесс в обновленных школах начнется с 1 февраля. Программа капремонта школ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана на 5 лет. В Севастополе за это время планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах. Все пригородные маршруты Севастополя с начала Нового года работают по единому тарифу, такому же, как и городские. Стоимость проезда составляет 24 рубля по карте ЕГКС и 30 рублей по банковской карте либо за наличный расчет. Мера принята Департаментом транспорта для удобства жителей. Теперь в отдаленные районы Севастополя они могут добраться, не переплачивая. Кроме того, с 1 января 2024 года внесены небольшие изменения в транспортную сеть города. Четыре автобусных маршрута отменены. Речь идет о 17, 20, 34 и 44. Главной причиной такого решения послужила их задублированность, а в случае с 44 еще и низкий пассажиропоток. А вот число маршрутов, пересадка между которыми осуществляется без списания оплаты второй поездки, возросло. Теперь работает 7 транспортных связок. Дешевность пересадки достигается не тем, что один троллейбус или автобус ждет другой троллейбус или автобус на одной остановке, а то, что сама по себе пересадка осуществляется на одном транспортно-пересадочном узле, то есть на одной остановке. Были опасения жителей Балаклавы, мы учли их точку зрения и с точки зрения безопасности детей, с точки зрения безопасности перехода через дорогу. Поэтому все пересадки на пятом километре обеспечиваются с одной стороны дороги, это площадка под стою транспортных средств ГУПСЕФ-Электроавтотранс со стороны торгового центра СИМО. Появились с начала года и новые транспортные маршруты. Так, после закрытия причала на радиогорке начал работу компенсационный 55К до площади Захарова. Что же касается маршрута номер 98, он связал пятый километр Балаклавского шоссе с Казачьей бухтой. Пока что активность и пассажиропоток на нем низкий. Я думаю, что люди еще пока не совсем поняли, как работает данный маршрут. Но мы будем его прикатывать, потому что перспективно это очень интересный маршрут, который практически экспрессом соединяет все Камышовое шоссе с пятым километром Балаклавского шоссе. В Древней Руси ношение бороды считалось признаком уважения, а если ее сбривали, это был знак позора. Петр Первый усиленно боролся с растительностью на лице у своих подданных, а в последние годы борода и усы стали настоящим дополнением модного образа. Наша коллега Ирина Шестерякова решила выяснить у севастопольцев, актуальна ли борода сейчас, и почему мужчины выбирают этот образ. Подробности далее. Вот такое упражнение женщинам нужно делать каждый день, для того, чтобы не было второго подбородка. Под мужчинам хорошо, отрастил себе бороду, и второй подбородок скрылся. Между прочим, борода-то в моде сейчас. Интересно, а носят ли ее севастопольские мужчины, и как к этому относятся женщины? Спросим прямо сейчас. Посмотри, какой мужчина. Смотря откуда. То есть классный мужчина, неважно с бородой или нет. Да. Она у меня не растет просто. Не растет? А вы бы хотели в будущем, когда будет расти, будете брить? Нет, не особо хотелось бы бороду. А почему? Не нравится мне, как это выглядит. А бриться каждый день нравится будет? Это же полчаса себя бреешь. Или нормально? Нормально. Вы с усами, но бороды на вас нет. Вы не любите бороду? Как вы относитесь к ней? Даже не думал на эту тему, никогда. Ну, если ухоженная, аккуратная, то, в принципе, нормально. В зависимости от того, любите вы его или нет. Приятен вам этот человек или нет. Скорее всего, так. Не любите бороду? А бриться любите? Да. Это же каждый день. Да. Ну, если идет и красиво ухоженная, то, конечно, приятнее. По-русски можно сказать. То есть пусть борода, только она должна быть красивой. Да, аккуратно, красивая и чистая. А бывает некрасивая борода? Да. А какая она? Ну, косматая, так, а знаете, неухоженная. Ну, видно, что некогда. Что заводить тогда бороду, если у тебя нет времени за ней ухаживать? А вам мужчины нравятся с бородой или без? Без. Да. А почему? У меня муж без бороды и лысый. А, и чтобы вообще волосатости не было. Да. Почему вы бороду носите? Потому что нравится. Это эстетика. Это красиво, да? А сложно ухаживать за бородой? Ну, относительно. А что нужно делать? Ну, помимо обычного похода к парикмахеру, нужен именно барбер, потому что они знают больше об этом деле. Плюс, помимо этого, еще уход, там, крема, специальные бальзамы. С древних веков это... То есть вы традиции хотите сохранить? Да, я хочу сохранить традиции. Это мужество, это продолжение рода. А вот вы бороду носите. Почему? Это от того, что... Это традиции? Лень бриться? Или это просто модно? Или красиво? Или нравится просто? Поцелуй без усов, шоида без соли. Это первое. Второе. Я яхтенный капитан. Капитан второй ранг в запасе. Он должен иметь... Моряк должен иметь бороду. Всегда. Да, и еще лень бриться. Севастопольский образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц» получил гран-при в финале международного многожанрового конкурса детского и юношеского творчества. Это стало настоящим новогодним подарком для коллектива и для нашего города. И сегодня у нас в гостях руководитель образцового вокального ансамбля «Маленький принц» заслуженный деятель искусств города Севастополя Татьяна Михайловна Турик, а также участник ансамбля Тимур Яковцев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С прошедшими вас праздниками, ну и, конечно же, с победой. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, где проходил конкурс и как он вообще проходил. Мы тоже хотим всех поздравить с праздником, с Новым годом, с Рождеством, пожелать всем нам мира, здоровья и добра. Ну вот мы сегодня с Тимуром пришли рассказать о наших достижениях, похвастаться. Да, мы приняли в конце прошлого года, мы приняли участие в международном конкурсе «Южный экспресс», где взяли гран-при. Но это не единственный конкурс, в котором мы принимали участие. У нас во время учебного года, за 2023 год, было очень много конкурсов, где все наши ребята становились победителями первых, вторых степеней. Ну а самые старшие, которые опытные, которые поют на 3-4 голоса, получали гран-при. Нам есть чем похвастаться, и мы этим гордимся. Давайте вернемся все-таки к конкурсу, который проходил в декабре, где вы взяли гран-при. Где он проходил на поле? Он проходил в Евпатории. Мы проходили в Евпатории, там многожанровый конкурс, там принимают участники ребята, ну в основном из Крыма. Ну где мы поехали и показали себя, проявили и заслужили. Много было участников? Много было участников, конкурс проходил весь день. Ну конкуренты сильные были? Или вы так? Нормальные. Нормальные. Мы всегда, когда приезжаем, смотрим на конкурентов и уже знаем, что мы получим и какое место мы займем. То есть мы уже знаем свой уровень и стараемся его всегда держать. Практически все время вы получаете гран-при получается, да? Ну как ансамбль, да, получаем гран-при. Слушайте, но это же очень... Не всегда, но стараемся и... Это же очень высокая планка. Да, планка высокая. Ну хочу сказать, что коллектив у нас большой, у нас 8 возрастных категорий, и вот они постепенно все растут, растут, растут. Мы принимаем участие, стараемся принимать участие, ну во всех конкурсах, которые проходят вот у нас в Севастополе, в городах Крыма, вот Евпатория, Ялта, Симферополь, чтобы ребята приобретали опыт. Они растут на этих конкурсах, они любят выступать. И вот каждым годом они приобретают опыт. Конечно, малыши получают там, допустим, старые их мест начинают, потом переходят на первое. А вот такие, как ребята постарше, которые занимаются уже много лет, мальчики, девочки, они, конечно, берут уже высокие награды, потому что мы поем на 3-4 голоса. Но это, как говорится, дорогого стоит. Тимур, ну расскажи тогда о себе, как давно ты занимаешься в ансамбле, и почему пришел сюда? Ну уже 5 лет как занимаюсь. Пришел я, потому что захотелось мне петь, с детства любил. То есть до этого не пел, и сразу же прямиком пришел сюда, маленький принц? Смотрю, вот коллектив какой хороший. Думаю, а надо пойти попробовать. А тебя сразу взяли? Или был какой-то отбор? Вы знаете, я беру ребят всех. Всех? Да. И вот на протяжении, допустим, месяца-два я с ними работаю и смотрю. Вот те ребята, которые проявляют себя, мани, остаются. А те, которые, ну, просто пришли случайно, мы предлагаем заняться чем-то, каким-то другим видом искусства. Ну потому что, если пришел ребенок, ну как он может сразу себя проявить? Он может испугаться. Конечно, стесняться. Да, застесняться. А так в течение, представьте, пришли и его сразу спрашивают, спой. Мы взрослые люди стесняемся, а тут малыш. Надо ему привыкнуть к руководителю, привыкнуть к обстановке. И вот уже где-то на протяжении месяца он начинает себя проявлять. И тогда уже видно, наш этот человек будет работать в ансамбле или же займется каким-то другим видом деятельности. Ну вот все-таки с вашим опытом, наверняка, вас глаз наметаны, и вы не через месяц, а гораздо раньше. Ну это естественно. Понимаете уже, выйдет что-то из этого молодого человека? Ну, вы понимаете? Или не выйдет? Конечно, это естественно, но сразу видно, есть данные у ребенка или нет. Ну, бывает так, что есть данные, а нет труда. Конечно, вокал – это большой труд. Тут надо трудиться, все откладывать и работать. Что от тебя требуют, как требуют. То есть бывают, таки приходят талантливые дети, ты с них схватываешься, думаешь, ой, какой ребенок пришел. А он лентяй-лентяй, ничего с него не получается. Вот с такими тоже прощаемся. А вот я хотела у Тимура спросить, и правда ли, что тем, кто занимается в вокальных ансамблях, нельзя пить газировку и кушать мороженое? Конечно. Правда? Да. А как же праздники? Тоже весом? Ну, приходится. На праздники можно. То есть Татьяна Михайловна все равно дает какие-то маленькие. А вы строгий руководитель? Я строгий руководитель. В каждой руководитель строгий, но не всегда. Ну, строгий, но справедливый, да? Да, да. Я строгий руководитель, но я люблю детей. И вот они даже, несмотря на мою строгость, все равно тянутся ко мне. Потому что ребенок чувствует, где добро, где от души все идет, а где вот по принуждению. А зато хоть минус газировка и мороженое, зато можно есть оливье. Правильно? Конечно. Все мои нужные салаты, винегреты, шубы. Курочку. В отличие от учеников в Академии хореографии. Вот так. Там все гораздо сложнее. Вы знаете, я тоже от наших девочек требую хорошие фигуры. И тоже запрещаю им много кушать. Вот у нас мы участвуем не только в наших крымских конкурсах, но и побывали в Москве. Нас дважды пригласили в Москву. Мы были в марте, были девочки старшие на конкурсе «Гордость нации». Там они взяли тоже гран-при по России. А вот в сентябре ездили мальчики. Но мы прежде, чем попасть на этот конкурс «Земля талантов», мы прошли очень сильный отбор. Мы прошли отбор в Севастополе. Потом прошли отбор по Крыму среди участников других городов. И победили, и поехали в сентябре в Москву. Мальчишки говорят, «Тян Михайловна, можно мы будем кушать все?» Я говорю, «Будем кушать вместе все, а дома будем худеть». Потому что там действительно очень хорошо принимали. И не только вот был такой яркий конкурс, где участвовало 33 региона России. Ну и ребятам там и участвовали в квестах. И посмотрели Москву. То есть не просто это был конкурс, это был отдых. Отдых с работой. Целое приключение. Вот Тимур, если хочет, может поделиться своим впечатлением. Потому что впечатлений было масса. Да, вот масса эмоций было от этого конкурса. Считай, и познакомились с ребятами из других регионов. Очень хорошо отработали, отпели, заняли первое место. По России, да. А вот с ребятами у вас конкурентные отношения или больше дружеские? Все-таки вы же боролись каждый за победу. Нет, у нас ансамбль мальчиков. Вот у нас 6 мальчиков, 5 из них было в Москве. То есть у нас такая групповая, групповое исполнение. Но когда мы участвуем, конечно, это для нас конкуренты. Но и в то же время это большие друзья. То есть вот такой жесткой конкуренции не было, правда? Нет, не было. Вот такая добрая атмосфера была. Все друг друга очень дружно принимали. Ну и потом же поддерживают отношения ребята? Обязательно. В соцсетях, созваниваете, списываетесь как-то. То есть с друзьями остаетесь такими вокальными, друзьями по вокалу как минимум. Но когда ребята выходят на сцену, у них установка. Мы выходим побеждать. Ну как вот, с каким настроем? Мы выходим побеждать. Как вот ты себя на победу настраиваешь? Как бы, что нужно потрудиться или наоборот, я чемпион, мне сейчас все легко даст. А вот как вот ты себя настраиваешь? Нужно потрудиться. Потрудиться. Собраться, да. Собраться с мыслями там. Выполнить все, что мы... То, что у нас в номере, как поставлен номер, как спеть, как подать звук, где правильно дышать. В команде работать, мне кажется, это очень тяжело, да? Да не особо. Вы знаете, они привыкли. Когда ты в ансамбле, ты уже привыкаешь абсолютно. Да, у них у каждого свое место. Вот они поют на 3-4 голоса. У каждого. Вот Тимур поет верхним голосом. Но сейчас у него уже идет мутация голосовая. Он с верхних нот перешел на низ, на низкие ноты. Но тоже поет первым голосом. А ты получаешь больше удовольствия от процесса, от вокального исполнения или от результата? Когда вот очередной кубок... Кстати, сколько кубков возле мишки нашего. Когда очередной кубок или очередной диплом какой-то получаешь? Там еще диплом. От того и другого тут. Хорошо везде. В общем, можно сказать, что ты счастливый человек. Татьяна Михайловна, ну вы же не просто руководитель ансамбля, вы же его создатель. Да. Расскажите, как ансамбль появился в нашем городе? Ой, ну появился он совершенно случайно. Я когда-то работала концертмейстером, но по образованию я хормейстер. Вот. И мне предложили, сказали, Татьяна Михайловна, ну вы же хормейстер. Что вы все играете, да играете. Надо создавать что-то свое. Я думаю, действительно надо. У нас был такой еще хореографический ансамбль, тогда «Каникулы» назывался. И мы вместе с этим ансамблем как что-то искали какие-то новые формы. Они танцевали, а мы попробовали петь. На тот момент мы сделали, я помню, мюзикл, назывался «Мэри Поппинс», по-моему. Прекрасный получился мюзикл с танцами и с песнями. И как-то потом все это выплыло, что я отдельно создал себе коллектив, и назвался «Маленький принц». Когда все, понимаете, все вытекало логично. Ну, само по себе. И уже вот столько лет, уже на следующий год нам будет 30 лет. Мы будем делать большой праздничный концерт. Я надеюсь, что у нас получится с приглашением выпускников. Это я так мечтаю. Ну, а как оно выйдет на самом деле? Ну, готовиться мы к нему будем. Ну, вот само по себе, вроде вы говорите, все как-то сложилось, все выплыло. Но тем не менее, в 95-м году был создан ансамбль, а в 96-м уже было звание образцового. Да. Ну, потому что, вы знаете, я очень к работе отношусь очень строго. Я сама, вот как говорю ребятам, извините, я немножко творчески сумасшедшая. Так и вокруг меня такие же ребята говорят. Или мы трудимся, или мы расходимся. И мы трудимся, и поэтому появился ансамбль, появился результат. Конечно, не сразу он такой был яркий, но с опытом он рос, рос, рос. И вот мы сейчас уже достигаем. А как можно попасть к вам в ансамбль нашим маленьким зрителям? Очень просто. У нас набор идет круглый год. Но в основном, конечно, лучше прийти в сентябре месяце, когда формируются новые группы. Мы собираемся, знакомимся, приходим на занятия, начинаем работать, и постепенно уже знаем, кто в ансамбле останется, кто не останется. Но вообще это большой труд. Ансамбль «Маленький принц», давайте напомним нашим телезрителям, работает на базе Дворца культуры рыбаков. Где замечательный директор Татьяна Викторовна Зенина. Она нам помогает во всем. Помогает, продвигает, поддерживает. Мы ей очень благодарны. Расскажите, какие у вас планы на наступивший год? Тоже участие в конкурсах? Планы, как всегда, одни и те же. Работать, участвовать в концертах. У нас очень много концертов. Мы выступаем перед детьми, перед пожилыми людьми в домах престарелых, перед школьниками. Мы выступаем перед военными, которые нас очень хорошо принимают. Те же планы – работать, достигать новых вершин, готовиться к 30-летию, к празднованию нашему. Ну, такие планы, как обычно. А вот то, что у Тимура сейчас происходит мутация голоса, это не может же стать препятствием для его занятий? Да. Вот сейчас мы занимаемся очень осторожно. Да, мы не бросаем полностью, мы тихонечко работаем, продолжаем, чтобы голос как бы не потерял свою гибкость. Но нагрузки особой не даем. Вот как только, ребят, голоса опустятся, утвердятся, как устоятся, мы уже тогда даем им нажим. А вообще, сколько у вас мальчиков и девочек? И кого больше? Ну, конечно, больше девочек. Девочки больше любят петь, танцевать, мальчики любят больше бороться. Но есть у меня очень замечательные мальчики, их 6 человек, вот все такого возраста, все замечательные, Родион, Тимур, Дима, Данька, Анатолий, да? Всех назвала? Всех. Вроде как всех. И есть младшие мальчики, там тоже их 5 человек. Миша, Кирюша, Денис, Димка, Никита. Прекрасные ребята. То есть, новое подрастающее поколение готовится. Севастопольский Робертино Лоретти, почему-то я вспомнил. Сейчас об этом исполнители. Короткий вопрос к тебе, Тимур. Вот в будущем ты уже знаешь, какая профессия у тебя будет? Определился или нет? Ну, я вообще склонный к режиссюре. Я этот, постановщик режиссер. У него очень хорошие данные. Ну, возможно, такое, что вот вокал, сейчас это для тебя хобби, я так понимаю, что это перерастет в нечто большее, что ты свяжешь свою жизнь именно с вокалом. Может. Все в будущем возможно. Да, но если даже не свяжется с вокалом, то у него очень хорошие режиссерские данные. Вот он так, вы знаете, грамотно с моими ребятами работает и так тактично. Иногда наблюдаю за ним, думаю, ну, вот перерожденный режиссер. Может быть, вокал ему, он и станет вокалистом, но ему в жизни это очень пригодится. Замечательно. Спасибо вам большое за то, что пришли этим утром к нам на программу. Желаем в этом году вам только побед. И когда победы будут случаться, приходите к нам и рассказывайте. Обязательно. Спасибо огромное, что вы нас пригласили. Мы немножко волновались, но так получилось все легко. Правда, свободно, что вот очень хорошее впечатление. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Ну, а дорогие телезрители, вас мы призываем никуда не убегать. Эфир на телеканале СТВ продолжит наша постоянная рубрика «Имеем право». В этой рубрике отдельной строкой мы затронем вопросы безопасности дорожного движения и алгоритмы действий пешеходов и водителей в конкретных ситуациях. Телезритель Федор Ильич спрашивает. В атактехнической экспертизе прочитал, что эксперт, описывая дорожно-транспортную ситуацию, оперировать двумя понятиями опасная обстановка и аварийная обстановка. Что это такое и чем они отличаются друг от друга? Одна из основных задач, которая стоит перед следственными органами при расследовании механизма дорожно-транспортного происшествия и установление, кто из участников дорожного движения нарушил ПДД и нарушение, кого из них состоит причина следственной связи с дорожно-транспортным происшествием, является установление, кем из водителей была создана опасная обстановка, а кем была аварийная. И если понятие обстановки опасной дано в правилах дорожного движения, то понятиями аварийной обстановки оперируют только эксперты автотехники. Так вот, опасная обстановка, согласно ПДД, это обстановка, которая вынуждает водителя принимать меры к снижению скорости для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, ну или иные меры, например, маневрировать. Например, когда на проезжую часть вышел пешеход, когда с авторисменной дороги на главную выехала автомашина. И опасная обстановка предусматривает, что дорожно-транспортное происшествие может быть предотвращено действиями одного из участников. А вот аварийная обстановка, это обстановка, при которой дорожно-транспортное происшествие уже предопределено. И никакими способами и действиями его не предотвратить. Например, когда на проезжую часть вышел или выбежал пешеход, и от приближающегося транспорта до пешехода остается расстояние меньше, чем ему нужно для остановки. Вот это и называется аварийной обстановкой. Ваши вопросы мы ждем по телефону 886-92-88-5103. В новом году мы с большим удовольствием продолжаем добрые традиции нашей программы. Сегодня среда, а значит, мы проведем розыгрыш двух билетов с открытой датой от наших любимых друзей и партнеров сети «Севастополькино». Чтобы определить победителя, наши коллеги вышли на улицы города и проверили, как хорошо знают севастопольцы известные фильмы. Подробности прямо сейчас. С Новым годом, севастопольцы! Отгремели праздники, съедены салаты и беззаботные дни подошли к концу. Но сюрпризы и подарки на СТВ не закончились. Мы продолжаем вместе с сетью «Севастополькино» радовать жителей нашего города бесплатными билетиками на киносеанс. Но чтобы их получить, нужно пройти проверку на знаниях культового отечественного фильма. «Замуровали. Замуровали демоны. Вот что крест животворящий делает». Из старшего поколения очень мало найдется тех, кто не смотрел эту замечательную картину Леонида Гайдая, Иван Васильевич меняет профессию. Со дня создания кинокартины прошло 50 лет, а россияне до сих пор с удовольствием пересматривают и цитируют любимых героев киноленты. Вот сегодня мы и узнаем, насколько хорошо севастопольцы знакомы с сюжетом этого фильма. Вы смотрели, Иван Васильевич? Конечно. Если вы ответите правильно, то выигрываете билетики в кино. Участвуйте? Давайте. Первый вопрос. Иван Грозный выходил на балкон и смотрел на Москву 70-х. И он сказал, какую фразу? Красота какая. Лепота. Правильно. Следующий вопрос. Когда фильм уже заканчивался, Шурику привиделось на полу Шляпа, Иван Васильевич, шапка, Мономаха, да, она называется? Да, все верно. И последний вопрос. Кем работал сосед Шурика, Шпак, которого ограбили? Стоматолог. Все верно. Спасибо большое. Да, вам тоже. Вот ваши билетики. Спасибо вам большое. Наши победители. Такого в нашей викторине еще не было. Первые же участники ответили на все три вопроса с легкостью. Но мы не отчаиваемся и поищем тех людей, которые не знают ответы на наши вопросы. А вознаграждением будет шоколадка. Смотрели фильм Иван Васильевич меняет профессию? Да. Я бы на них смотрела. Тем более. Если правильно ответить, получите маленький сладкий приз. Шоколадку. Да. Скажи, когда Иван Грозный вышел на балкон, увидел Москву в 70-х, что он сказал? Красота, ляпота. Ляпота. Лепота. И говорит... Батюшки, красота-то какая, ляпота. Красота-то какая, ляпота. Ляпота. Кем работал сосед Шурика Шпак? Стоматологом. 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 Донтистом. Ну-с, продолжим. Шурик обнимается со своей женой и ему на полу привиделась шапка царя. Шапка Ивана Грозного. Черная кошка. Нет, давайте, может быть, еще подумаем. А, как называется? Царская шапка. Ему привиделась шапка Ивана Грозного. Сегодня мы увидели своими глазами, что значит настоящая любовь к советским фильмам. Среди наших опрошенных просто нет человека, который бы не знал сюжет Иван Васильевич меняет профессию. Но это вызывает у нас только гордость за наших режиссеров, которые создавали такие киношедевры. Еще раз севастопольцы поздравляем вас с Новым Годом и смотрите СТВ. Поздравляем победителя и желаем приятного просмотра. А я, кстати, хочу заметить, что две главные новинки российского кино это комедии Холоп-2 и Бременские музыканты стартовали настолько мощно в первую неделю проката, что попали в десятку самых кассовых фильмов отечественного производства. И, кстати, показ этих картин продолжится и на этой неделе. Ну, а какие новинки стартуют в прокате уже завтра узнаем в нашей рубрике Афиша кино. Знаешь, ты только не смейся. В общем, я написал письмо Деду Морозу. Попросил конструктор. Вы что, маленькие? А вот и есть Дед Мороз! Приключения и волшебство Нового Года захватывают турбозавров зимней сказки. Главные герои с нетерпением ждут новых приключений и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям. Вместе с турбозаврами Петя и Катя организовывают праздник в честь Года Дракона. Находят Оазис посреди зимы и строят Ледяной замок. Динозавр! Откуда? Ох, ты ж, боже, и создание! Встречайте Новый Год с любимыми героями великие и могучие витязи русские. Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец вместе со своими друзьями возвращаются на большие экраны. В 12-й части знаменитой мультипликационной саги друзья найдут настоящего дракона. Провалятся буквально сквозь землю и разгадают непростую загадку. Что это за чудо-юдо такое? Пух земли. Трубадур, слезай с крыши, а то упадешь. Твоя песня может изменить мир к лучшему. Обещай мне, что ты будешь петь от чистого сердца. Обещаю. Они снова в сборе. Самая легендарная группа бродячих артистов. Трубадур и его верные друзья. Пес, кот, осел и петух готовы к новым приключениям и подвигам. Перед ними стоит одна из самых сложных задач. Вернуть на врачные улицы города Бремена смех и радость людям. Но прежде всего они должны рассмешить дочь короля, капризную принцессу, коварные враги интриги и ловушки встанут на пути главных героев. Но настоящая любовь сможет преодолеть все преграды. Помогаем бездомным собакам. Никто не уйдет голодным. Отдеть, колбасу! Али отдашься! Попались воры! Кто отпустил собаку? Он такой милый! Большой театр-легенда. Он известен по всему миру. А Лебединое озеро самый знаменитый балет. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей прима-балерины Анастасии с собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была надеть прима. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценностей и спасти постановку. Надо срочно запускать проект. Наш Гриша сорвался. Он человека украл. Она меня чуть не убила. Популярная комедия «Холоп» снова вернулась на большие экраны. Главный герой комедийного блокбастера Гриша — бывший мажор. После путешествия в прошлое чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно же, не может пройти ими беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и совсем другом социальном статусе. Замечательное получилось утро. Сегодня для вас работали Сергей Зацепин и Катя Суздалева. Желаем вам отличного настроения на весь день и прощаемся до завтра.